Новостройка на улице Мервинской оказалась в центре внимания всех городских СМИ и обрела известность в рамках страны. Известный журналист и блогер Илья Варламов на своем сайте высказался о площадке во дворе Рязанской многоэтажки, которую застройщик решил отцепить колючей проволокой. Местным жителям из соседних домов такая ситуация кажется как минимум странной. Вообще это бред. Дети лазают, конечно. Куда? Залезут, не увидят, а все себя обтируют. Нет, это ненормально, не знаю. Они от детей защищаются, потому что они боятся, что испортят их некрасивую площадку. Какая же портка, бред. Ну, чтобы наши дети не ходили к ним во двор играть. Там какая-то женщина, какая-то женщина здесь их гоняет постоянно. Даже иногда у меня внучка маленькая, действительно, ее даже она по голове ударяла. Потому что у нас такой площадки нет, а дети бегают, уже хочется, а не живите. Мне кажется, это глупость какая-то. Дети должны общаться между собой, я считаю. Колючая проволока, у нас же не тюрьмата какая-то, консулайдер. Должны все общаться между собой, я так считаю. На новую красивую площадку, естественно, хочется детям из соседних домов. Им не понять, почему нельзя. Пролезть на закрытую территорию жилого дома ребята пытались между прутьев забора. Такую возможность убрали, поставив всюду железную сетку. Но лазейки все равно находятся. Представитель управляющей компании высказала свою позицию. Если считать колючей проволокой вот это, то если вы заметите, она даже сделана в другую сторону. То есть, если насильно, вот я трогаю, смотрите, как бы, вот. Какой вред, то есть, да? Никакому вреде даже разговоров быть не может. Сделана колючая проволока не от детей, а от, я бы сказала, таких уже не детей, а от дядей. Которые заходят на территорию, ломают, соответственно, посмотрите, какая детская площадка, да? Она абсолютно новая, то есть, это самая лучшая площадка в городе, то есть, об этом уже многие пишут, освещают. Вот сделана не для чего-то там, она от кого-то там градится, от детей, а в первую очередь от того, чтобы защитить имущество вот этих собственников. Действительно, новые дворы и, в частности, детские площадки привлекают, к сожалению, не только детей, но и взрослых, которые могут причинить реальный ущерб. Сломанные качели, брошенные окурки, вытоптанный газон и надписи на стенах – дело рук взрослых хулиганов. Часто детские площадки становятся местом, которое выбирают для вечерних посиделок и распития спиртных напитков. Но блогер, в чьем фокусе внимания Рязани оказывается уже не впервые, уверен, что колючая проволока вокруг детской площадки – это все же из ряда вон выходящая ситуация. Проблема с этой площадкой намного серьезнее, чем может показаться на первый взгляд, считает Варламов. По мнению блогера, то, что детям приходится перелезать через забор, чтобы поиграть на площадке, говорит о проблемах в благоустройстве города. При этом Варламов отмечает, что на площадке нет ничего примечательного. Она оборудована качелями, горкой и несколькими скамейками. Цитируя. Представляете, насколько в Рязани все плохо, если дети вынуждены перелезать через забор, чтобы покататься на примитивных качелях. Может, мэру города стоит задуматься, как так получилось, что в Рязани нет нормальных детских площадок, из-за чего люди вынуждены унижаться и устраивать какие-то гражданские войны с соседями, чтобы попасть на самую обычную детскую площадку. Конец цитаты. Колючая проволока не только сделала район похожим на тюрьму и разделила людей на два враждующих лагеря. Происходящее напоминает опыт самых криминальных стран мира – Венесуэлы, Бразилии, где люди пользуются подобными методами, помещая на забор битое стекло и проволоку для защиты друг от друга. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».